друзья всем привет перед вами тонометр механический сейчас вам открою и покажу что находится вот в таком чехле тут у нас такой наборчик я думаю что у многих людей измерение давления ассоциируется как раз именно с таким прибором в общем руках у докторов и опытных пользователей механический тонометр работает практически без погрешности комплект такого тонометра входит вот такой манжет который накачивается с помощью резиновой груши вот она воздух спускаем тут фиксируем также фан-эндоскоп вот такой тоже старый и манометр манометр у нас тоже старый если честно сказать то все это 89 года 1989 год значит результат зависит от профессионализма измеряющего и измерять давление себе вот таким тонометра неудобно но все же можно приспособиться также нет смысла выбирать данный тип тонометра людям со слабым слухом ну и зрение так как сложно уловить и увидеть тонны верхнего и нижнего давления однако вот эти тонометра отличается своей надежности и доступности при измерении необходимо надеть правильно манжет зафиксировать фан-эндоскоп также накачать вручную манжет плавно отпустить регулятор засечь низкий и высокий порог давления но я не буду так показывать так как делаю обзор сам не очень удобно просто расскажу в тонометре вот это старый тонометр 1989 года и он до сих пор работает да тут менялась груша и манжете манжет не менялся по моему груша поменялась и еще менялся если не ошибаюсь а и шланги вот эти менялась вот эти значит все это из-за того что не очень правильно хранилась ну все запчасти вот до него можно без проблем купить все есть и значит если покупаете тонометр механический то присматривайтесь особенно до китайских они могут штамповать игрушечные слабые тонометры это касается основном манжетов можно время китайский манжет вроде бы что закрывается легко но вот он такой все как такой слабо если сравнять с этим просто посмотрите попробуйте как вам будет на руке удобно ли ну и бывает еще манометры попадаются не очень хорошего качества ну а так если попробуйте я думаю что сразу где покупаете проверьте на себе там все сразу станет ясно если что попало показывает не берите в общем вот такой советский стоит от четырех до восьми долларов на объявлениях бэушные современные сейчас можно тоже купить от четырех долларов новый механический стоит от десяти долларов значит в общем подведем итог значит механические тонометры плюсы низкая стоимость независимость от наличия электричества батареек и высокая достоверность измерения из минусов можно сказать что для того чтобы им пользоваться нужно приобрести определенный навык также нужно привыкнуть к тому если вы сами измеряете то нужно приловчиться потому что вы меряете сами и в общем вот такой то номер также очень полезен при разных видах постоянной аритмии лучше пользоваться механическим тонометром так как автоматически обладая высокой чувствительностью может выдать не всегда правильный результат и при значительных поражениях сосудов и ослабление пульса следует используется тоже механическим тонометром вообще вот так такие дела я думаю что эта информация будет для вас полезно кому видео понравилось лайкайте и всем спасибо за внимание всем пока